Та самая апрелевка, в которой, помню, поднимались тысячу раз, наверное, по пешеходному переходу. Наверх, вниз. Винуя электрички. Вот Юда сегодня приехала на этой электричке. Как же тут все красиво сделали. Ой, это же нечто. Красота? Красота. Так, а как же дальше? А как же мне? Выход. Так, выход. Выход. А куда теперь идти дальше, а? Как же на ту сторону мне попасть? Так, нет прохода. Выход. Значит, надо толкнуть дверь, я так поняла. Так. Значит, билетик или что? Прикладываем. Ой, я навряд ли смогу. У меня сумка в руках. И очень молодой человек. Билетик сюда прикладывать? Да, очень толкай. Ага. Я впервые здесь. Все, все. Ага, спасибо большое за помощь. Так, теперь идем на выход. Так, вот выход. Опять толкаем дверь. Вот единственное, что мне не нравится, это что нужно толкать дверь. То есть усилие какое-то прилагать лучше было бы, если бы дверька сама открывалась. Так, ну что ж. А теперь поехали вниз. Мы вверх поднимались, теперь вниз спускаемся. Смотрите, какой здание. Ой, какая красота, я вам скажу. Да, строили и недолго строили, между прочим. Обалдеть. Что тут было и что стало. Вообще красота неописуемая. Тебе налить маску в общественном транспорте не обязательно. Хорошо, что не обязательно. Эти маски прям, я не знаю, достали, конечно. Так, ну что ж. А вот и отрелевка. Вот, посмотрите, какое здание красивое. Откуда его заснять-то получше? Ну да. Красота. Поездам, все указано. Эскалаторы. Ну, красиво, изумительно. Станция какая красивая. Смотрите, какие столбы. Их хорошо мыть, наверное, очистить. Так, ну что ж, пойду я, наверное, на дачу. Сегодня я пешком сюда приехала. Ну, как пешком, на электричке, конечно. Ну, что не поделаешь. Приходится иногда и на электричке. Ничего страшного. Вот поразвлекалась немножко. Показала вам, какая у нас тут станция. Красота, красота. Ну, что ж, пошла я работать. А, вот так вот. Вот, вот, вот. Вот переход какой. А вот я и на даче. Не знаю, когда я сеяла-то. Бархатцы, они вообще не взошли. Короче, это у меня остатки бархатцев, которые мыши погрызли. Они что, каждый цветок, что ли, сгрызли? Я имею в виду, каждая семечка. Добыть такого не может. И бархатцы-то всходят очень быстро. Ну, не знаю, пересею другие. Я просто хотела, что которые мыши погрызли. Думаю, ну, где-то что-то осталось. Оказывается, ну, недельку еще подожду. Ладно, потом. Потом, потом. Что тут творится, люди добрые? А, что тут творится? Так, а творится вот что. Это я вижу по листочкам. Это астры. Наверное, я их пикировать не буду. А куда пикировать-то? Конечно, мы сегодня импровизированный стол сделаем. Ящики наложу на ящики. Я имею в виду, пластиковые ящики. Вот такие вот. Где они у меня? Господи, куда ящики подевались? Вот он ящик. Ящик на ящик. Возможно. Так, астры. Вот эти я тоже пикировать не буду. Так, это гвоздичка. Я вижу тут спикировано их. По три, по пять штук. Очень даже хорошо сидят. Я их так и буду сажать. Так, что здесь? Это тоже астры. Прямо я вижу. Астры, астры мелкие вроде бы. Да, а может и не мелкие. Так. Это кто? Я уже забыла. Кто это? Бархатный сезон. Виола. Ага. Вот. А кто? А, вот. Осталось от виолы. Почему-то такой рядочек. А это здесь уже кто-то совсем другой. Другой. Ты кто такой? А, гвоздика. Гвоздика. Ну что ж, кусочками вот такими так и посажу. Такими маленькими. Так. Это кто-то вылег у меня. А ты кто вылег-то, а? А, цветочек. Так, 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 так. Дороты Антус. Где это? Давай покажись. Дороты Антус искорки. Маркарит ковидный. Вылег. Ну, вылег так вылег. Ничего страшного. Тут есть тебя чем заменить. Так. А это, который у меня почему-то пропадает и пропадает. И кто это? Рудбеки. Посмотрите, как она взошла. Вот она у меня всегда так сходит. Это я имею в виду в огороде, когда ее посею. На следующий год она должна засвести. Через год почему-то она пропадает и не зацветает. Ну и ладно. Так, ладно. И это кто? Ты кто тут такой? А, это кажется колокольчики. Меня почему-то в колокольчике в этом году. Так понесло колокольчики. Я не знаю. А похоже на Анютыны глазки. Посмотрите. Прям похоже, похоже. Вот. Ладно, будем посмотреть. Так. А, острые. Так. Ну, тут я надеюсь колокольчики. Так. Ты кто? Точно. Синий колокольчик. Ну, тут все колокольчики. Вот. Я их буду высаживать. Да, розовый колокольчик. Я их буду высаживать. Не знаю, буду я их пикировать или нет. Вот куда их пикировать? Места нету. Однако. Так. Это какой колокольчик? Белый с синим. Так. Вот это вот, которые распикированные. Посмотрите, как они хорошо тут на даче себя чувствуют. Я в квартире их распикировала. Они у меня половину загнулись. Не знаю почему. Жарко им в квартире. А здесь, посмотрите, как бодренько-бодренько. Я забыла, как они называются. Ну, которые сухие потом. Цветочки вырастают. Они сухие-сухие такие становятся. Ну, вот видите, как хорошо дублировать. Там половину пропало. А здесь, пожалуйста, я их тут половину заберу отсюда. Так. Ну, вот это, я так поняла, опять колокольчик. А, вот у меня самые главные такие. Вот, 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 вот. Дельфиниум. Ну, тут видно, что это кто сажал дельфиниум, да, знает, что это дельфиниума листики. Ну, они взрослые тоже. Такие же, просто побольше. Вот он розовый там. Вон, вон. Красавчик. Так. Это гвоздичка мелкая. Так. Это. Ну, вот. Ну, вот даже неохота поднимать ее. Но вот это колокольчик. Ха-ха. Кто бы сомневался. Конечно, колокольчик беленький. И, кстати, очень симпатичный. Это, случайно, не тот, который я у себя на огороде и на даче и у дома выбрасываю. Так. Вот это я забыла, кто. Но это очень симпатичные какие-то, вот, видите, ромашишки. Ромашишки. Я чувствую, у вас надо пикировать. Ладно, посмотрим, будем мы их пикировать или нет. Так. Астрочки, посмотрите как. Смотрите, если их, конечно, их лучше пикировать. Они тогда богаче смотрятся, сильнее, вырастают побольше, покрупнее. Тем более, это астро... Нет, смесь какая-то. Видите, от Ганечкиной, да? Точно, смесь от Ганечкиной. Вот это вот. И посмотрите, как от нее астры взошли. Свежие, наверное. Ха-ха. А ты кто? Вот этот. Ты кто? Это ты крапива. Я даже не буду экспериментировать, кто ты. Так, ну, оттуда другая астра какая-нибудь. Я так думаю. Так, здесь посмотрим. Тут у нас еще и сушится белье, конечно. Так, ага. Ну, видите, тоже какой... Вот, выпад. Не все переживаются. Это гвоздичка, нет? Нет, это не гвоздика. Я даже не помню, кто это. Так, ааа, это буду... А, так это не гвоздика. Это как же... Линия... Забыла, как они называются, а? Подскажите мне, пожалуйста. Я забыла. Видите, как оторвали. Это не я отрывала, потому что, как правило, я оставляю название цветочка. Так, профессиональные семена и любительские упаковки. Лабелья, вот! Ё-моё, вспомнила. Кажется, лабелья, да. Так, дальше. Дальше. Ну, тут тоже, видите, не прижились. Так, кто это такой? Это, кажется, колокольчики. Ха-ха-ха. Точно, розовый и синий с белым. И я не могу. Так, это перчики. Так, это... Ну, а кто бы сомневался? Это, естественно, колокольчики голубые. А почему они такие бедные, а? Так, ну, они сухарики-сухарики. Их надо полить сейчас. Ну, конечно, я начну поливать. Так, гвоздика. Что-то тоже она тут вот. Окучили их немножко. Она тут немножечко, видите, как болеет. Ничего страшного. Я вот так вот ее потом летом разрезаю. Вот так вот. Вот-вот-вот-вот-вот. И прямо такими кучками и высаживаю на клумбу. Вот. Вот такими рядочками, прям длинненькими. И так и высаживаю. И ничего, она растет очень хорошо. Потом сама размножается. Так, ну что, здесь Астры, что ли, вот это вот? Или же не знаю, кто. А, Астры, Астры, кто бы сомневался. Так, ну вот это, о, ну точно, Виола Витрока. Виола Витрока. Я не знаю, не знаю, Виолы есть, Виолы. А вот их по их названиям я их не знаю. Вот, кого надо черенковать, это вот эту Виолку. Иначе она развиваться не будет. Так, ну что ж. Пойду я что-нибудь. Стаканечки я уже нарезала, обрезала дырочки, наделала им, чтобы они, как говорится, сливалась водичка. Вот, видите, чуть-чуть, что в поддончике стоит водичка. Ничего страшного в этом нету. Вот, и пойду я работать. Посмотрите, сколько работы. С ума сойти. А, сначала нужно посмотреть, из чего стол сделать импровизированный. Это, я не знаю, ящики. Буду накладывать вот такие. Только побольше у меня ящики есть где-то в сарае. А где-то есть. Посмотрите, сколько снега нападало. Там уже все растаяло, все розы растаяли. Все, посмотрите, опять как замесло. Вот, вон мои домики. Вот, видно прям. Видно-видно, это из поддонов. Мои домики. Ну, может, я, кажется, показывала раньше, из чего я их делаю. Там отдирается лишнее дерево какое-то. Ребята мне делают так. Вот. И вот так вот получаются такие домики. О, крематис еще мой висит. Ну, его весной обрезаю. Когда показывается зелень, допустим, там, с каких... Я даже не знаю, как вам объяснить. Где-то на полметра вот зелень вся показывается. Вот. И тогда вверх я полностью весь обрезаю. Так, ну что ж, пошла Люда работать. Так. Чуть не забыла. Есть у меня еще третья комната, которая самая холодная. Которая самая захламленная. И где у меня растет та роза, которую я купила. Чайно-гибридная. Черри бренди. Вот она. Ну, красотка она невероятная. Кто, у кого есть эта роза, я ее советую вам. Если это она, конечно. Смотрите, как она вымахала. Вот. Сейчас мне пришлось залазить сюда чуть ли не на стол, чтобы ее пролить. Потому что там я наложила... Я не знаю, кусочки наложила, чтобы она не замокала. Вода там в тазике в этом есть. Но сверху она сухая. Дренаж наложила. Вот. Слово забываю я. Господи, все эти словечки прям... Надо все запоминать. Вот. Ну, вот так вот она выглядит. Вымахала. Даже бутончик у нее есть. Ну, не покажу, далеко она от меня. Вот. Бутончик у нее есть. Зелени много. Я думаю, что она выкарабкается. Я так думаю. А там кто его знает. Вот черебрень. Куплено за 188 рублей. Так. Кто у меня тут был? Пропал. Нет, не пропал. Кто-то есть там очень маленькие. Так. А вы кто, ребята? Ну-ка, покажи. 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 Так. Так. Гелиотроп. Морской бриз. Боже мой. Вон какие-то дохляки. Прям ужасно. Ой. Я, конечно, накрою. Так. Нет. Не сухоли. Я их накрою. Так. Потом накрою. Может быть. Они, кстати, я привезла. Мне их посеять надо. Так. Ладно. Вон то, наверное, я астры. Прям отсюда вижу астры. Вот это вот говоздика. Я ее тоже вижу издалека. Так. Вот это кто? Так. Это дельфиниум, который у меня не обсходил. Я думала, все, он пропал. Ничего подобного. Посмотрите. Чувствует себя замурчательно прям. Так. И что я еще хочу показать? Так. Это кто-то тоже не взошел. Или взошел. Как всегда, открыли рано, и он полег. Возможно. Даже такой возможно. Так. Ну, что я хочу показать? Вот. Смотрите. Видите, кого я покупала? Видите? Видите? Климатисы. Посмотрите, какой он. Ну, может быть, разрастется он на следующий год, если не пропадет. Только нельзя их поливать. Вот. Один раз полила. Я не знаю, помощники мне здесь поливают или нет. Потому что такое тоже может быть. Так. Вот этот клемматис. Вот какой-то я в прошлый раз клемматис. Кажется, вот этот. Все они по 300, ну, почти по 400 рублей. По 388, что ли, не помню. И один из них, 600 рублей. Я когда пробивала на кассе, я чуть в обморок не упала. Извините. Подвиньтесь. Ну, куда 600 рублей? За 600 рублей у нас осенью можно купить с цветами. Видишь, что... А тут неизвестно. Может быть, конечно, пересортится. Все, что угодно может быть. Вот. Но все, что я купила, маленькие такие были. Боже мой, на них страшно было смотреть. Смотрите, они все повзошли. Так. Тут даже, кажется, написано... Я не смотрю. Да. Вот. Вильям Кеннет. Вильям. Я не смотрю эти названия. Я не знаю, почему. Розы как бы смотрю. А клемматисы нет. Ну, пошло он мне так в привычку. И все. Доктор Раппелл. Ой, какой доктор есть, оказывается, у нас. Ну, не у нас, конечно. Вот. Как тебе зовут? Клематис. Ай, синий. Люблю синие. И бордовые такие темные вот. Бордовые. А, вот красный бордовый. Непонятно. Ну, короче, все они у меня живы. Единственное, говорю, не заливать. Там я дренажик положила. Водички я вылила на них где-то неделю назад. Ну, где-то грамм 200. Вот. Только лишь бы смочить. И чтобы они жили и чем-то хотя бы питались. Так. Помидоры. Помидоры отсюда нужно забирать. Они тут вытянулись. Вообще-то им тут хорошо, потому что прохладно, чтобы они не перерастали. Но тут они очень вытянулись. Заберу их сейчас отсюда. Вот. Все. А, еще хочу показать. Как я мучилась. Вот такие красивые цветы. Какие красивые цветы. Конечно, красивые, когда их вырастешь. Так. Ну, давай, 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 давай. Сальпиглосис. Ну, короче, очень красивые цветочки, да? Дома они у меня вытянулись. Я имею в виду квартиры. И здесь тоже. Вот это что такое? Сальпиглосис. Ну, хотя бы если я выращу даже 3 или 5 цветочков, я буду очень довольна. Я хотя бы посмотрю на них, что это такое было. Так. И еще хочу показать сейчас. Открыли очень рано. Открыла я. Никогда он у меня не получается. Портулак. Вы себе не представляете. Тут был лес. Лес прям Портулака. Ну, естественно, я взяла два пакета, открыла. Тут ему очень холодно. Вот все, что случилось. Все. Случилось, что ничего больше нет. Так что вот открывать надо тоже умеючи. Так как я приезжаю сюда раз в неделю. Поэтому я не могу. Вот так вот чуть-чуть приоткрыла. Чуть-чуть еще подышали. Завтра опять подышали. Да ну, не могу я так. Приехала, открыла. Они все легли. Как говорится, полегли. Смертью храбрых. Так. Ну, что? На этом, наверное, буду заканчивать. Вот этот бордовый. Прям красивый-красивый. Как ты называешься? Вестер? Вестер? Латы что ли? Не знаю. Ну, да бог он будет у меня расти. И будет все хорошо. Так, ну что? Работать-то я сегодня буду или не буду? Я думаю, что буду. Пошла и буду работать. Еще хочу добавить. Вот покупали вот такой вот смесь. Торфяной что ли. Грунт универсальный. Ну, не очень-то мне нравится этот грунт. Вот я разрезала мешок. А, ну это я уже сверху высыпала. С другого мешка там немного оставалось. И вот я высыпала. Вот. И добавляю я в этот грунт вермикулит. Так, вермикулит. А, и сапропель. Вот я добавляла. Ну, я думаю, что вы все знаете, что такое сапропель. Это иловые отложения с дна озера. Спресноводные, короче. Сейчас я еще хочу добавить все то же самое вермикулит. Но фертику хочу добавить. И конский навоз. Так, вон, козкий навоз. И, естественно, сапропельчику. Вот. Если у меня закончится вермикулит, то у меня есть кошачий, там какой-то добавка кошачьей на кошачьих туалетах. Я хочу в следующий раз еще его добавить. Боюсь, конечно, но хочу добавить. Так что вот так вот вермикулит. Фертика весна-лето. Где она тут написана весна-лето? Где-то я видела его. А, вот. Вот-вот, весна-лето. Ну, как добавлю? Ну, немножко совсем. Опять же, будет... Это мой экспериментик. Потому что кто его знает, как они будут расти? Может, сгорят. Может, еще... Опять же, я добавлю всего вот так вот. Фертики. Вот так вот где-то добавлю. Естественно, я весь мешок не смогу перемешать. Это и понятно. Вот. Я перемешаю где-то вот... Ну, сколько я смогу перемешать? Вот. Вот мешок. Вот где-то вот так вот я смогу перемешать. Да. Дальше я не смогу перемешать. Вот. Ну так же добавлю где-то немножко конского навоза, вот, потому что растюшки-то маленькие пока, это я для пикировки добавляю, вы не думайте, что я иду в огород и уже рассыпать. Вот, вот так вот сапропеля добавлю, все это где-то перемешаю, вот таким вот совком, вот, большой совок, сахарный, вот так, ну, лучше мешать, конечно, рукой, вот совком, сразу говорю, плохо, все лучше делать руками, так что вот так вот, и обязательно фертики добавлю, обязательно, это все, что у меня осталось от того года, я не знаю, куда все подевалось, но вот остатки у меня, и конский навоз, и сапропель у меня остаток, ну, не знаю, помогает этот сапропель или нет, посмотрим, и вермикулит у меня тоже остаток, так, ну, все, пойду работать опять, работать, работать, еще разработать.